Вы слушаете канал ЖАЖ.КЛАБ. В морских глубинах. Таинственная, инопланетная золотая рыбка, оказалась маллюском. Исследователи, возможно, наконец-то нашли объяснение сбивающему с толку морскому существу, похожему на каплю, получившему название, инопланетная золотая рыбка. Без позвоночника, ануса, глаз и панциря, анатомия странного существа Тайфлоосус Уэллси десятилетиями ставила исследователей в тупик, Тайфлоосус Уэллси был чем-то вроде сироты на древе жизни, рассказывает Жан Бернар Корон, куратор отдела палеонтологии беспозвоночных в Королевском музее Антария. С тех пор, как его впервые заметили, эксперты пытались поместить это существо в число его эволюционных родственников. Но в новом исследовании, опубликованном в Biology Letters, Корон и его коллега, палеонтолог Саймон Конвей Моррис из Кембриджского университета в Англии, описывают открытие зубчатой структуры в кишечнике животного, позволяющей предположить, что организм является своего рода моллюском. Подобный, зубастый аппарат, называемый радулой, есть и у современных моллюсков, с помощью которого они питаются. Корон и Моррис заметили эту структуру, изучая около дюжины образцов, хранящихся в Королевском музее Антария, многие из которых никогда ранее не анализировались. Зубчатая структура имеет длину около 4 мм с двумя рядами по 20 треугольных зубов. Ранее ее ошибочно принимали за мышечную ткань, потому что она расположена в кишечнике существа, сообщает Джек Томизи из New York Times. Исследователи говорят, что инопланетная золотая рыбка, возможно, выталкивала зубастый язык изо рта в воду, чтобы поймать добычу. Аналогию здесь можно провести с языком ящерицы, например, захвата насекомого. Этот процесс происходит очень быстро, и пища попадает в рот, говорит Корон. Т. Уэллси вырос примерно до 10 см в длину и жил примерно 330 млн лет назад. Останки животного были обнаружены в известняковом месторождении Медвежьего ущелья в Монтане в конце 1960-х годов и описаны в 1973 году. Ранее исследователи обнаружили крошечные зубы в некоторых ископаемых инопланетных золотых рыбках, что навело их на мысль, что это животное было вымершей похожей на угря рыбой, называемой канадонтом. Но при ближайшем рассмотрении эта теория не оправдалась, так как зубы оказались остатками последней еды Т. Уэллси внутри его пищеварительного тракта. Теперь радула животного предлагает новую подсказку, это очень захватывающая находка, наличие радулы, потому что она является определяющей, сообщил Таймс Кристофер Уэллен, палеонтолог беспозвоночных из Американского музея естественной истории, который не участвовал в новом исследовании, подобно тому, как у всех позвоночных есть позвоночник, у всех моллюсков есть радула. Но Марк Пернелл из Центра палеобиологии при Лестерском университете в Англии говорит, что многие виды животных независимо развили сходные черты, поэтому необходимы дополнительные исследования, чтобы точно узнать, является ли инопланетная золотая рыбка моллюском. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб